Режим ЧЕС на территории Ставропольского края сохранится еще как минимум неделю. Об этом объявили сегодня на планерке в правительстве региона. Недавние паводки остаются темой номер один. Губернатор Владимир Владимиров поручил в ближайшее время уточнить и завершить списки пострадавших. Тех, кто из-за наводнения потерял имущество и жилье. Им выдадут жилищные сертификаты. Пока идет оформление, нуждающиеся смогут остановиться в пунктах временного размещения. В усиленном режиме в подтопленных территориях будут работать МФЦ. Активно идут выплаты компенсаций. Сумму в 100 тысяч рублей уже получили 199 человек. По 50 тысяч рублей еще 170 жителей. То, что мы по закону можем, все будем делать. Мне нужна сводка. Оплачено, получено, заявлено в МФЦ. Что происходит у нас с заявлением по 10 тысяч, по 100 тысяч. Чтобы я все понимал, что все люди у нас получают деньги. И сколько вы домов осмотрели, и сколько точно потребует жилищные сертификаты. Ведите разъяснительную работу. Все силы и средства, которые у нас есть, я имею ввиду по оформлению документов. МФЦ, юристы. Все наши специалисты работают. Средства собираются и на специальном банковском счете. Фонда социальной поддержки населения Ставропольского края. Сумма пожертвований около 5 миллионов рублей. Кроме того, на пострадавших территориях изменили расписание ЕГЭ. Экзамены, которые были намечены на 29 и 30 мая, теперь пройдут 20 июня. Специальная комиссия Минприроды продолжает обследовать русло рек, чтобы в дальнейшем минимизировать последствия возможных паводков. Продолжение следует...